Минская Динамо 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 Надеемся, что у Зубра успели прочувствовать фанатскую атмосферу. На трибунах в Гомеле на матчах Кубка Руслана Салея не было никаких ограничений. В отличие от КХЛ, из-за пандемии коронавируса Лига ввела жесткие правила. Мы будем заполнять только 50% зрителей нижнего яруса. И стоит отметить, что первые три ряда по всей арене будут закрыты. По нашим подсчетам это порядка 4000, очень сложно сказать точную цифру, из-за того, что мы не очень понимаем, сколько социальных групп будет присутствовать на арене. Если вы пришли даже к компании 10 человек, например, у вас рядом абонементы находятся, то вы можете сидеть рядом друг с другом. Это и про абонементы, и про билеты. 4000 – это еще хорошо. Некоторые клубы могут заполнить арену лишь на 10%. На определенных стадионах не будут работать точки общепита, и разрешена продажа лишь бутилированной воды. Мы сейчас ведем переговоры с КХЛ по поводу того, насколько мы сможем обеспечить питанием болельщиков и гостей нашей арены. Предварительно мы согласовали то, что будут работать и бары, и общепит. Определенные ограничения коснутся работы журналистов, их взаимодействия с хоккеистами и тренерами, соблюдение социальной дистанции, обязательное тестирование на COVID-19 перед походом на матч, переход в виртуальную среду. Мы можем организовать сочное интервью с игроками не в дни матчей, но для этого журналисту, оператору и корреспонденту нужно сделать тест в течение 96 часов до интервью. Мы готовы также записывать для телевидения в высоком качестве какие-то эксклюзивные материалы из зоны команды нашим сотрудникам и предоставлять их для эфира. Благодаря тому, что все сейчас переводится в онлайн, к нам поступают уже немало запросов от иностранных журналистов, особенно российских, которые готовы освещать наш матч, которые хотят участвовать в наших приз-конференциях. Поэтому это еще добавит медийности. Сейчас идет активная продажа абонементов на сезон и подготовка к первому матчу против фенского Йокерита. В этом сезоне мы запустили уникальный сервис. Теперь фактически у каждого владельца абонемента есть персональный менеджер в клубе. И еще до старта абонементной программы мы прозвонили каждого владельца абонемента прошлого сезона, предложили сохранение своего места. Скажем так, огромное количество из владельцев, свыше 90%, подтвердили сохранение своих мест и желают продолжать ходить, поддерживать команду на наших матчах. Матч против Йокерита начнется в 18.00 в четверг. И затем команда сыграет против Бориса, Салават Юлаева и Акбарса.